Мы продолжаем наш эфир. Сегодняшняя тема «Переселенцы и их жизнь в Одессе». И у нас в студии сегодня Наталья Григорьева. Она была вынуждена переселиться из города Донецк к нам. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда вы приехали, при каких обстоятельствах, собственно, вам пришлось покидать город Донецк? Донецк. Непосредственно сам город Донецк. Я покидалась с детьми в июле месяце, 22 июля, в Харьковском направлении. А уже в Одессу мы переехали, к нам присоединился наш папа, и мы переехали в октябрь месяце по приглашению наших друзей, которые, знаете, как лакмусовая бумажка. Вот наша вот война, она проявила все отношения и настоящие отношения, которые сложились уже несколько лет назад, они себя тоже проявили. Это мои любимые, мои родные, семья Червяковых. Вот они первые, которые сказали, мне очень трепетно я к ним отношусь, которые сказали, так, быстро, детей в зубы и бегом в Одесс. Вот приняли, поддержали. Тут еще есть у меня близкие, родные, которые, в принципе, оказали очень большую поддержку, самое главное моральную. Потому что очень хочется, знаете, развеять стереотипы того, что все перестеленцы из Донецка и Луганска какие-то депрессивные, негативные. Нет, это не так, не все. И приехав в разные города, нормальные, вменяемые люди, они адаптируются, как бы тяжело не было. Ну, тем не менее, подстраиваясь под те или иные жизненные условия, стараются жить дальше. Скажите, вот вы затронули эту достаточно такую тему стереотипов о людях с Донбасса. Скажите, вы с этим сталкивались, с таким вот стереотипным отношением? Почему она существует? У вас здесь, рядышком, Катя Нажевникова, да, вот встречаясь с людьми, как-то пытаясь им помочь, поделившись собственным опытом, наверное, более сильными какими-то. Вот мы уехали, ведь когда еще не было такой сильнейшей вот, да, вот атаки и, ну, чего греха таить, мы не испытали того, что испытали люди, которые остались после нас. Поэтому вот от них, я скажу больше, я слышала, ну, вот этих вот, скажем, притеснений и адаптации в социуме. Я сама не могу сказать, что вот я и моя семья столкнулись вот остро с этой проблемой. Мое мнение такое, что если нужно работать, а работать можно, то меньше обращаешь на эти стереотипы внимания. Ну, где-то нет, и что? А приходишь домой, а там дети, их нужно кормить, поэтому идешь в другое место, где да. Ну, как-то так. Скажите, почему вы приняли для себя решение покинуть Донецк? Ну, во-первых, абсолютное неприятие того, что там происходит, это даже не обсуждается. И плюс ко всему, мы попали под бомбежку, после чего я с двумя детками пришла и сказала своей свекрови, мама, мы уезжаем. Вы забрали всю семью свою с Донецком? Да. А скажите, все-таки в Донецке у вас был какой-то круг общения? Конечно. И на самом деле эти события, они тоже внесли какие-то свои коррективы. Можете рассказать об этом? Да, конечно. Круг общения. В моей голове на сегодняшний день четко, знаете, структурирована та категория людей, которые там остались. В первую очередь люди, которые были хорошими людьми, они и остались. А те, где вот была какая-то червоточинка, она вот сейчас, знаете, действительно как лакмусовая бумажка, как кристалл какой-то, они открылись и показали себя с той стороны, с которой должны были показать. Поэтому я была в Донецке около месяца назад. Произвело на меня это неизгладимое впечатление. Первые сутки, когда не было обстрела, свой дом, дом благоцел, все свое, да, была эйфория. Ах, не махнуть ли и не приехать во все свое родное. Ну, ровным счетом до начала обстрела и до выхода во двор, когда слышишь то, чего не хочешь слышать, а люди, которые окружают, не все, но предательство друзей. Повесили на меня ярлык, очень интересный термин из разряда моих друзей, так вот, беглая жида, укропка. Я говорю, запатентую, обязательно запатентую. Ну, как-то так. Стараюсь просто не думать об этом, потому что понимаю, что я и моя семья, мы понимаем, что дороги назад нет. Это уже второе проявление агрессии и войны в нашей семье, потому что у меня мама проживает в Славянске, и я никогда в жизни не думала. Кстати, моя мама сегодня день рождения. Мамуля с днем рождения. Поздравляем вашу маму. Вот. Я никогда не думала, что эта беда придет к нам в Донецк. У нас очень был богатый, преуспевающий город. И, исходя из логики, я никогда не верила, что богатые люди, которые имели свои интересы, бизнес, ну, просто пустят это. Но, к сожалению, мы не вправе. Вы были одними из первых, скажем так, в первой волне переселенцев. Тогда еще вообще почти ничего не было налажено. И волонтерские службы не были настолько развиты. И, в принципе, и со стороны государства только все начинало формироваться. Скажите, вот с чем вы столкнулись, когда вы приехали в Харьков? Это, ну, во-первых, я приехала в Харьковскую область к своей тетушке. И, ну, это второй дом. То есть, ну, это моя семья. Просто территориально удаленная от Донецка. Я же сама родилась в Изюме. Поэтому, ну, там все родное. Я с двумя малявочками вот приехала. Ну, то есть, никакого диссонанса не было. У меня не было нужды обращаться в волонтерские центры. И, ну, четко вам скажу, что вот, ну, не верилось, что вообще когда-либо появится такая нужная необходимость. Ну, ну, вот все. Вот все. Сейчас это все заканчивается. Все. Мы собираем детка и возвращаемся. То есть, вы уезжали с такими мыслями, что это ненадолго, это временно, и вы сможете вернуться. А когда к вам пришло осознание того, что вы не вернетесь, и каково это было? А когда мой супруг, он на момент, он вообще не застал боевых действий, он был за границей. И когда он приехал, и его визит первый в Донецк, ну, с целью уволиться с предприятия, то, которое продолжало работать, но предприятие приняло сторону, которая сейчас там имеет место быть. И вот он поехал, плюс его мнение, мнение со стороны моих знакомых, друзей. Мы же общаемся все, мы же видим, что там происходит. И плюс, наверное, погибшие люди. В нашем кругу на сегодняшний день погибло уже 11 человек. Четверо дети до 5 лет. Мы не вправе рисковать своими детьми. Поэтому самое ценное, малявки, кот, и все. Вот вы недавно были в Донецке, все-таки там продолжают жить люди под обстрелами, они привыкают к этому? Вы понимаете, я не вправе их судить, но есть люди, которые немного слабее духом. Я не говорю о тех, мы сейчас не будем обсуждать ту категорию людей, которые поверили вновь пришедшим и поддерживают именно эту идеологию. А вот люди, которые не нашли себя, приехав в Украину, не получив какой-то поддержки. Ну, знаете, вот как говорят, ну, не сложилось. Не сложилось, закончились какие-то средства, попали не в ту ситуацию и пришлось вернуться. Я таких семей знаю достаточно много, которые вот из переселенцев даже здесь, в Одессе. Но не прижились, не прижились, пришлось вернуться. Имущество, потому что нет возможности оплачивать наемное жилье, нет востребованности именно в этих профессиях, потому что регион ни для кого не секрет, он специфический в виду именно профессии, потому что это горная промышленность, горнодобывающая, угольная промышленность. Ну, где? Где добывать уголь в Одессе или в Киеве? Ну, негде, поэтому не все нашли себя. И многие вернулись. Кто-то вернулся, у нас есть друзья, которые не могут выехать ввиду того, что оба родителя просто парализованы. Они говорят, они нетранспортабельны. То есть, если мы принимаем решение выехать из Донецка, мы их грузим в карету скорой помощи или там в волонтерскую машину, да? Ну, я уже молчу, что творится на блокпостах, что это не так все просто, даже в карете скорой помощи выехать. То это все. Это просто гибель родителей. И они сидят. Детей отправили, а сами находятся там. Ну, то есть, очень много таких людей. И жаль их. И вот мы, когда с мужем принимали решение, все с ноля, все с чистого листа, выбирали, чем заниматься. Хочу отметить, не в рекламной, знаете, вот формате, а от чистого сердца ребят из благотворительного фонда «Вера, надежда, любовь». Это ребята, которые дали такой старт, такой толчок и поддержку. Изначально и в материальной там базе, и продуктовые там люди, я знаю, что обращались. А моей степени «Вера, надежда, любовь» дала, вот именно «Веру, надежду, любовь». Мы прошли курс обучения финансовой грамотности. Кстати, курсы ведутся до сих пор, можно абсолютно бесплатно обращаться без проблем. Женщины даже не льготных, не социальных групп, просто любые женщины могут обращаться и проходить курсы. Курсы классные. Эффект колоссальный, честно. И мы прошли обучение по факту, написали бизнес-план. И от МОМ, Международного отдела миграции, мы защитили бизнес-план. И сейчас находимся в ожидании гранта. А чем был ваш бизнес-план? О чем состояла идея? Это мечта. Это давнешняя мечта экологически чистых продуктов. Потому что родился малыш у нас, Яков, будучи аллергиком. И грустно было с продуктами питания. Потому что на всё буквально. И выбиралось очень тщательно, чем кормить детёнышем. И путём выбора, как-то совершенно случайно наткнулись на статью, попробовали сделать. Сейчас это наш бизнес с мужем. Мы занимаемся изготовлением гранолы. Гранолы и всё, что с ней связано. Сопутствующий продукт, домашние молочные продукты, джемы, вяленые фрукты. В общем, это очень экологично, вкусно и очень легко. На бутерброд я сама засекала. Тратится от 7 до 10 минут, чтобы нарезать гранолу 2. Насыпал, залил йогуртом, покушал и побежал. И ввиду того, что ещё участвует вся семья, два моих малыша, которые там товарищи помогают колойству, и вроде бы они присмотрены. Настоящий семейный бизнес. Да, настоящий семейный бизнес. Муж занимается непосредственно логистикой, то есть доставкой по городу. У нас есть функция утренней доставки. То есть у нас такой, скажем, завтрак одессита. Да, хотите? Накормим. Здорово накормим, здорово накормим. И мы выбрали для себя диаметрально противоположный тому опыту, который мы имели в Тонецке. Потому что надо жить. Наконец-то мы занимаемся, вот нет худа без добра, любимым делом. Спасибо моей семье, которая поддержала, вот это очень многочисленная семья. Опять же, я повторюсь, это семья моих червяковых, которые там тоже два чудных мальчугана, которые, тётя Наташа, мы в вас верим. Вот, молодцы. Моя кумася, которая вот она говорит, я в тебя верю. Вот, знаете, хочу поломать навсегда стереотипы о дончанах, о луганчанах, потому что те, кто работали там, они будут работать и здесь. Как они трудились там во благо Донецка, Луганского региона. Потому что я тоже была задействована и на общественных началах, и там, и там, и на волонтёрской деятельности. Я точно так же и здесь. Только в Одессе я всегда себя чувствовала очень хорошо, как рыба в воде. Потому что мы приезжали сюда отдыхать, и мне достаточно было два раза в год подышать одесским воздухом. Может быть, ещё, знаете, вот всё-таки это семья, которая нас окружала всегда. И всё. И в Донецк на работу, полные идей, сил и азарта. А тут очень много таких семей, которые хотят работать, которые благодаря европейским грантам, благодаря возможности. Вот сейчас заходит новая программа, новый вид ликвид, карета с Украины. И опять же-таки я приглашаю всех наших переселенцев принять участие, заполнить заявки. Это шанс. Потому что там у нас осталось всё. Это жизнь с нуля. И как мы говорим про новый вид ликвид, это и новый вид ликвид. Насколько я понимаю, с развитием всех этих идей, вы не планируете возвращаться в Донецк? Нет. Абсолютно. Нет. Даже если при условии, что его освободят? Нет. Люди не меняются. Люди не меняются. И те люди, которые стали не заложниками обстоятельств, скажем так, по своей виду, которые не принимали участие во всех этих негараздах, скажем так, да? Не хочу ярлыки вешать лишний раз. Они не изменятся. Они никуда не денутся. И назвать их уже друзьями не получится. Естественно, двери дома уже открыть не получится, зная, что камень за пазухой не хочу. Не хочу, просто не хочу. Не хотят мои дети, хотя дети очень, допустим, в среднем очень скучают. Хорошо там, где семья. Все живы, здоровы, это самое главное. То есть, получается, в вашей семье, можно сказать, такой позитивный пример того, как вам удалось интегрироваться в новое общество, в новое окружение и приспособиться к этим обстоятельствам? Ну, можно сказать и так. Можно сказать и так. И очень хочется помочь всем окружающим, те, которые нуждаются и которые хотят. Вы меня выслушайте, пожалуйста. Потому что зачастую такое бывает. Мы на ЖД вокзале, когда встречаем людей, ну, разное бывает. Но зачастую, если сильны духом, если готовы что-то менять, вы меня выслушаете, и всё. Мне больше ничего не нужно на самом деле. А если вы ещё и как-то дадите какое-то направление, не просто пойти и принести домой продуктовый пай какой-то, да, или там… Хотя, вот, огромное спасибо Катюше Нажевниковой, вот непосредственно здесь у вас, тут рядышком. Она умничка и команде волонтёров, которые, ну, действительно помогают всем. Я знаю изнутри, я вижу это, как это всё происходит, как это тяжело иногда. Разные люди, разные характеры, разные эмоции. Но вот это всё выдерживает. Катерине, конечно, большой респект. Ну, что сказать. Вот у меня Яша, мой сын, да, он сейчас посещает развивающий центр в Каритас, Украина. И он вчера мне говорит, мама, дети голодают. Я говорю, Яша, а какие дети голодают? Я говорю, мама, ты не представляешь. Дети голодают в развивающем центре, они совершенно не хотят учиться и не хотят развиваться. Я говорю, что ты говоришь? А что же они хотят? Они бегут в столовую. Я говорю, ну, где связь, Яша? Маму надо накормить детей. Я говорю, хорошо, чем будем кормить? Ватрушками. Стали, приготовили ватрушки. Сегодня Яшу кормил ватрушками. Волонтёрская деятельность. Ну, я думаю, дети волонтёров, они сами обречены уже на это. И он уже сам не может. Ну, как это, дети же голодают. Мама, ну где твоя социальная вообще осознанность? Расскажите о вашей волонтёрской деятельности. Вот здесь в Одессе, с чем она служит? Волонтёрская деятельность, ну, наверное, истоки её лежат всё-таки из Донецка, но там она была связана всё-таки с помощью онкобольным деткам. Это был вот зов души. То здесь это вот диаметрально всё повернулось, потому что не столько дети, сколько люди, ну, вообще без отделения, без ограничения. Те, кому в принципе нужна помощь. И помощь различная. Вот есть семьи, которые столкнулись с проблемой при отсутствии финансирования, при неимении собственных средств. А я имею какие-то там, да, знакомства и всё. Нужны деньги на лечение, нужны деньги на аренду жилья. То есть не всегда нужно помогать людям, вы знаете, вот просто давать. Иногда достаточно просто подсказать, что вот или помочь советам, или рассказать, где заработать деньги. И люди идут, работают и зарабатывают, и радуются жизни, потому что они живы, здоровы. А волонтёрство, как таковой организации, вот чтобы, знаете, вот в организации XY я не состою ни в одной организации. Но с удовольствием принимаю участие. Ну, как-то мне кажется, это намного серьёзнее. Знаете, вот как говорят, между... Вы, кстати, знаете, у нас в Одессе есть альтернативная либеральная Синогова. Я в шоке, где ровит женщина, великолепнейшая женщина. Так вот, она говорит, что зачастую посредники между Богом и человеком, они не нужны. И я считаю, что вот зачастую помогать излишне, наверное, и не надо выделять. И человек обижается, и привыкает к чему-то, к тому, к чему не нужно, наверное, привыкать. А дать направление, чтобы люди самостоятельно развивались, вы это, мне кажется, самое главное. Я знаю, что вы принимали также участие в форуме спектакля про переселенцев, которые сами... Да, зацепило вообще за... Это очень интересный проект, потому что сами переселенцы в нём как бы были актёрами. Они рассказывали о своей жизни, о тех проблемах, с которыми они сталкиваются. Скажите пару слов об этом опыте, и потом мы покажем всем зрителям сюжет с этого. Да ладно, я не видела сюжет. Вы тоже посмотрите его. Как вас туда пригласили, и что это такое было? Опыт вообще колоссальный. Мы сейчас подружились с ребятами, и Оксану Потапову, я просто, ну, девочка молодец, я говорю, слушай, давай в Одессе, давай в Одессе. Она говорит, давай. Я на тебя возлагаю надежды, давай. Вот, поэтому мы очень хотим что-то подобное сделать у нас в Одессе. И когда, кстати, отметили, что Одесса первый город из городов Украины, который заменили маму. И вот вы, я не знаю, видели вы это в сюжете, полная версия сюжета у вас нет, я же не видела. Ну, она сокращена, но даёт представление о том, какие вопросы и темы поднимались. Да, и вот когда я предложила вариант рассмотреть, поменять маму, дабы, потому что очень много проблем с разбитыми семьями. И иногда женщина, ну, на ней на самом деле, вот, в моей мнении, очень много держится в семье, практически всё. Если женщина будет маневрировать вот между этими проблемами, то, ну, намного проще будет смотреть на всё это. И мне не поверили часть зрителей. Когда была вот фраза, что, говорю, что вы рассказываете, вы, детская мама, сели за стол горловской семьи. Что вы можете понимать, что творится в Донецке? Я говорю, вы не поверите, я из Донецка. Да какой вы из Донецка? Вот, и ситуация могла... Донецка.